Да, то есть я предлагаю, вот как мы запланировали, начать разбирать книгу Откровений Люда, я не знаю, ты в курсе или нет, но книга Откровений это последняя книга, которая находится в Библии В ней находится ряд очень интересных пророчеств, и это одна из книг, которая, но она одна из самых сложных, наверное, для понимания Потому что она говорит о тех событиях, которые происходили раньше, о тех событиях, которые происходят сейчас, о тех событиях, которые произойдут в будущем И фактически все те пророчества, которые у нас есть, они все так или иначе отображены в книге Откровений То есть это такой свод, скажем так, пророчеств и из книг Ветхого Завета То есть если ты понимаешь книгу Откровений, ты знаешь о том, что ждет этот мир, о том, что должно и как происходить о том, что ожидает верующих людей в этом мире. Александр, мы вас все равно не видим. Я не знаю, почему, но видео не работает. Я сделала XR, он не крутится, не работает. У тебя тоже только крутится так и не появляется? Да, да. Ну ладно, если не будет работать, как бы. А, подожди, у меня пошел мой контакт-реквест, у меня не было. Я сейчас сделаю и присоединю его. OK. Ну давай, по-моему. Хорошо, да. Там же две женщины хотели присоединиться, да? Да, Люда говорила, что еще там одна женщина, возможно, присоединиться. Да, да. Ира, да ее зовут? Ее зовут Ира, но она, во-первых, не сможет такое время. Если она сможет, она сможет только вечером. Я понимаю, что Александр не сможет вечером. Да, у Александра время, получается, если это Калининград? У меня сейчас полдесятого. Да, то есть, когда у нас вечер, там будет уже глубокая ночь, то есть, по вечерам не получится вот объединиться как бы. Да, вот это что, конечно, плохо. Да. Ну, вот так вот по утрам, если ты, Люда, можешь, как-то нормально, мы можем сделать вот такое. Ну, по утрам, у вас пол второго уже. Ну, да. Ну, я бы не сказал, что утро. Да. Жизнь. Ну, потому что утром обычно всякие звонки, эти вот имейлы нужно, скайп, все это. То, что пришло вчера. Это рабочее время, то есть. Это рабочее время обычно самое такое, да. Ну, хорошо. Хорошо. Теперь смотрите. Я предлагаю пользоваться для изучения вот этим вот сайтом, который называется BibleZoom.ru. Сейчас я пришлю ссылку. То есть, он мне чем нравится. Там есть большое количество вариантов перевода, да. То есть, на выбор мы будем работать с русским синодальным переводом, который наиболее популярен, скажем так, среди русских. Плюс пользоваться подстрочником. Очень хорошо в этой программе, что есть подстрочный перевод из греческого и с еврейского. Потому что очень многие образы, то есть, они не совсем понятны, если мы не заглядываем в подстрочник. И некоторые слова не совсем как бы, ну, они хорошо переведены в синодальном переводе, но не полностью, скажем так, отражают смысл, где-то что-то можно понять более глубоко в том случае, если мы заглядываем в подстрочник. То есть, вот это вот BibleZoom, да, BibleZoom.ru. Что хорошо, то что здесь есть и ветхий, и новый завет с подстрочниками, с морфологическим разбором, то есть, со словарями, то есть, какое слово, что значит. И нам все это очень сильно пригодится, особенно в книге Откровения. Вот. Касаемо того, насколько мы глубоко будем копать. То есть, во-первых, я пока что еще не знаю, как оно у нас пойдет. Еще раз говорю, книга Откровения очень сложная книга. Я ее сам не понимаю полностью вообще, даже близко не претендую на полное ее понимание. Для меня это будет тоже как бы разбор, вот. То есть, тоже изучение, которое мы будем делать вместе. Часть истины, естественно, она будет нам закрытой, непонятной и так далее. И я призываю вас молиться о том, чтобы Бог все-таки открывал нашу уму к пониманию. Вот. Потому что без его помощи разобраться там точно нереально. Вот. Это очень-очень сложная книга, полная образов, различных аллегорий, метафор. Она в себя берет образы, которые используются из разных-разных-разных книг Ветхого и Нового Завета. И для того, чтобы разобрать, понять то, о чем говорится и почему используется тот или иной образ, мы будем, конечно, брать перекрестные ссылки, те, которые сможем найти. Но если вы вдруг найдете какие-то ссылки, которые раскрывают какой-то образ, который я не нашел, то есть, вы тоже это все скидываете. То есть, это, во-первых, очень интересно. Во-вторых, это Божье Слово, Божья Истина, которая наставляет нас и обучает нас правильному поведению в этом мире. И суть, вообще, зачем мы этим занимаемся, хочу напомнить, что мы изучаем Божье Слово для того, чтобы оно обличало нас, чтобы оно указывало нам на наши грехи, наставляло нас на правильный путь жизни. Если мы просто хотим узнать какие-то тайны или еще что-то такое, это не совсем, наверное, правильная мотивация к изучению пророческих книг. Конечно же, их очень много действительно тайм, но суть того, что нам, зачем нам нужно все эти тайны познавать, это для того, чтобы мы могли правильно себя вести вот здесь и сейчас. Мы могли сделать правильный выбор в определенное время, могли знать о том, что стоит ожидать от мира, что не стоит ожидать от мира, что стоит ожидать от себя и от людей окружающих нас. И вот, Владимир, я хотел спросить, в 12 главе, в «Откровении», в 12 главах, 11 стих, «И они не возлюбили души своей до смерти». Да. А вот, как вот эти мотивы начали? Мы будем проходить этот отрывок позже, но вообще, в целом, там говорится о тех людях, которые победили сатану свидетельством Иисуса Христа и кровью Его. И они не возлюбили своей жизнью до смерти. Да. Как можно победить сатану кровью? Да. Как можно победить сатану кровью? Кровью причем чьей? Кровью Иисуса Христа. Каким образом она может нам помочь? Откуда нам ее взять? И все такое прочее. Это как раз и есть, нам придется все эти образы разбирать очень подробно. Что такое свидетельство Иисуса Христа? Что такое Его кровь? Каким образом она вообще влияет на нас? И что это для нас может значить? Ну да, вот это вот разобрать нам быстрее. Но я предлагаю все-таки начать не с 12 главы, а с 1 главы. Потому что мы, в принципе, начнем понимать, кто такой Иисус Христос, кто такие Его свидетельства, свидетели, что такое свидетельство. И начнем потихонечку, потихонечку раскрывать образы. Мы должны понимать, что существует три основных источника информации о Библии и о какой-либо книге, находящейся в Библии. Самый первый, самый главный источник информации, который у нас есть на руках, это непосредственно сама книга. То есть, когда мы хотим понять какой-либо из образов или что-либо непонятное в книге, мы должны смотреть в контекст этой конкретной книги. Это самый первый, самый главный источник. То есть, если мы хотим понять что-то, что нам непонятно в книге Откровений, мы должны смотреть контекст всей книги Откровений. То есть, для того, чтобы понимать, что хотел сказать именно автор вот этой книги. Вторичный источник информации, который может нам помочь истолковать какие-то определенные места, это другие книги Библии, другие книги Писания. Потому что какие-то образы раскрываются там. Это наш вторичный источник. Мы к нему доверяем во вторую очередь, скажем так. Мы доверяем примерно в той же пропорции, но тем не менее, в первую очередь мы смотрим о том, что об этом конкретном образе хотел сказать автор вот этой книги. Потом уже другие авторы других книг. И только в третью очередь какие-либо богословы, толкования, собственные какие-то соображения, свои какие-то видения, сны, откровения и так далее и тому подобное. Это наш третий источник информации, к которому мы обращаемся в самую последнюю очередь, когда ни первое, ни второе не дают нам ответа. Потому что очень часто библейские книги, они толкуют сами себя. Возможно, конечно же, толкование находится не прямо рядом, не в соседней строчке и так далее. Может быть, на другой странице, другой главе или еще что-то такое. Поэтому мы будем смотреть всегда в контекст книги, потом смотреть в контекст Библии и потом только уже вся прочая информация, все прочие источники. Потому что источников очень много, к сожалению, очень много источников лживых. Мы должны понимать даже, что наши собственные соображения по тому единому вопросу могут быть лживыми. А вот свидетелями встречались со свидетелями? Ну, свидетели иеговы, знаете? Ну, свидетели иеговы, это одно из направлений, как бы, их много. Суть свидетелей, тот, кто свидетельствует, что. То есть свидетельствует, можно... Вот мы будем, если сегодня изучать первую главу, там как раз Иоанн, например, свидетельствует о чем-то, он свидетель. Свидетель чего? Что он свидетельствует? Как он свидетельствует? Он свидетельствует, Божье Слово написано, да? Потому что он свидетельствует свидетельство Иисуса Христа, который... Иисус Христос получил свидетельство от Бога. То есть они вот... Что такое, вообще говоря, свидетель, если мы будем говорить свидетель? Тот, который подтверждает истинность какой-либо информации. Это свидетель. Он говорит, да, действительно, это вот то, что я видел, или это вот то, что я слышал. Да, действительно, это вот такая информация, которую я считаю за правдой. Он свидетель. Он может быть неправ, если информация ложная, которую он подтверждает, тогда он лже-свидетель Если информация, которую он подтверждает истину, тогда он свидетель Божьего Слова Ну давайте начнем, давайте мы начнем первую главу И попробуем, ну смотрите, как я изучаю То есть я сначала прочитываю текст, да, то есть такое первичное ознакомление и ставлю вопросы То есть те места, которые непонятны, где, что, как На некоторые вопросы можно найти ответ моментальный, то есть он где-то в контексте находится в соседних стихах или еще где-то На некоторые вопросы ответы мы сразу получить не можем Я откладываю подобные вопросы на потом, и потом каждый из них подробно разбираем То есть я предлагаю, ну вот так вот пока что просто ознакомимся, попробуем с первой главой Некоторые вещи мы пытаемся разобрать сразу, вот Некоторые вещи оставим на потом, выпишем как-то вопросы И попробуем еще, то есть тоже вот одна из вещей, которую я рекомендую делать И сам этим занимаюсь То есть я стараюсь визуализировать образы, то есть пытаться их как-то представить, нарисовать или еще что-то такое Я понимаю, что все это будет не совсем так, как оно на самом деле Но тем не менее это может просто помочь в плане понимания То есть представить себе, потому что когда писатель какой-либо книги хочет донести до нас какой-то месседж, определенное какое-то свидетельство свое или еще что-то Он использует какие-то определенные образы И эти образы, они по идее должны в наших головах В наших головах, чтобы начали появляться какие-либо картинки, соответствующие этим образом Чтобы мы могли себе представлять, как это может выглядеть, что это может выглядеть На основании этого строится наше какое-то там первичное понимание Более подробное, детальное понимание мы, конечно же, уже потом разбирая эти образы будем получать Давайте мы начнем читать Давайте мы начнем читать с первого стиха Книга Откровения Иоанна, первая глава Рюля Да, я просто почему-то откровение у меня не открывается Вот я все попробовала, все открываются, а откровение не открывается Ты в Bible Zoom в этой программе, да? Ну да Вот я сейчас с Тимофеей зашла, он стоит у меня А откровение, последнее самое Да, да, я на плюсик нажимаешь? Да, да, я на плюсик нажимаешь, и на самую ту штучку На плюсик нажимаешь? На плюсик Да, он стал минусом Он стал минусом Теперь прокручивай вот этот вот бегунок вниз Видишь, там первая, вторая, третья глава Откровения А вот эти слова, вот эти, они, это и какие слова? В смысле, что? Синими буквами Синими буквами в книге Книга Откровения написана на греческом языке То есть, синими буквами здесь греческий текст То есть, это они, как бы, дословно Дословный перевод с греческого языка То есть, это называется подстрочный перевод То есть, буквально, дословно, вот эти вот слова стоят Это Есть такой Винокуров, то есть, это его, как бы, перевод Который на Bible.com.ua С Украины Вот, они использовали его То есть, это перевод Винокурова Буквально, дословный перевод А есть еще перевод этого, Востока и Хорта Что еще раз? Востока и Хорта перевод есть еще Ну, возможно, да Ну, это же американские, знаете же, идут Да, возможно, то есть В этой программе, в BibleZoom, там есть много разных вариантов перевода Я предлагаю, вот, пользоваться синодальным нашим русским переводом Как бы, более-менее такой хороший И подстрочный, будем пользоваться В том случае, нам нужно будет разбирать какой-либо образ Ну, дополнительно можно пользоваться еще любыми другими переводами Авторитетными Люда, ну ты что, разобралась как там? Да, открыла Все, открыла у тебя книга Откровения Итак, первая глава Давай, Люда, прочитаем первый стих Прочитаем внимательно, попробуем разобрать Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог Чтобы показать рабам своим, чему она движет быть в коре И Он показал посла Оны через Ангела своего, рабу своему Иоанну Все, все, все Давай, давай, сейчас вот мы первый стих То есть, просто мы понимаем, что идет вступление То есть, Иоанн говорит, что это такое И он называет это словом Откровение Откровение, причем Откровение какое? Покурил Бог Откровение Иисуса Христа Это не Откровение Иоанна, что ему там что-то такое открылось Или еще что-то такое Это Откровение самого Иисуса Христа Оно, допустим, оно это что? Что такое оно? То есть, в одном из переводов слово оно отсутствует Поэтому оно курсивом отображено, да? Если мы заглянем теперь в дословный перевод То мы видим, что оно переведено буквально, если и дал знамение То есть, словом знамение оно переведено Пославший через Ангела своего То есть, оно это определенное знамение Если мы кликнем А где это написано? Вот, подстрочный перевод слева А, слева Да, его, которому надлежит случиться вскоре И дал знамение, пославший через Ангела его, Рабу его и Анну То есть, вот такой буквально перевод Вот это слово знамение Мы можем кликнуть на этот первый стих И нам откроется в третьей колоночке Каждое слово со всеми его описаниями буквально Мы можем перемотать на это слово знамение, да? Которое эсэманен греческое, да? И посмотреть варианты перевода То есть, это давать знамение, показывать, предвосвещать, давать, уразуметь То есть, вот это вот Бог дал Иисусу Христу откровение Иисус Христос должен показать своим рабам, чему надлежит быть вскоре И он показал Вот это, дал уразуметь, да, вот это вот он им Показал знамение Он показал определенное Определенное какое-то видение Иоанну Определенные какие-то знания дал уразуметь Которое открывает ему то, что должно произойти вскоре Да? То есть, давайте вот мы запишем Откуда и сошло откровение То есть, откуда оно изначально Это все по Христу Нет, не совсем Первый стих От Бога То есть, Бог дал изначально Он дал Иисусу Христу Далее смотрим Которое дал ему Бог Чтобы показать рабам своим То есть, Иисус Христос должен передать, что-то показать Рабам Да? Кто такие рабы? Верующие Верующие люди, конечно же Рабы Иисуса Христа Те, которые подчинены Божьему Слову То же, грешники тоже, я думаю Кто такой раб Иисуса Христа? Вообще, мы проходили, конечно, эту тему рабства Она очень интересная тема Суть в чем? То есть, рабство бывает добровольное и недобровольное Тот раб, который хотел быть добровольным рабом хозяина Ему прокалывали там ухо к этому косяку доверить И он оставался жить с хозяином Потому что ему с хозяином хорошо, как бы, и он его любит Христианин добровольный раб Иисуса Христа То есть, он добровольно себя подчиняет Божьему Слову Божье Слово его не заставляет это делать Он добровольно подчиняется Мы рабы, как бы, Иисуса Христа Мы понимаем, что Иисус Христос – это Божье Слово Окей Итак, значит «И показал, послав Оное, через ангела своего, рабу своему Иоанну» То есть, вот этот вот, скажем так, канал для передачи информации Более подробно расписан Каким образом это все происходит? То есть, он просто Иисус Христос всем рабам сказал А получается, и показал, послав Оное, через ангела своего То есть, через ангела Иисуса Христа Кто такие ангелы? Мы тоже будем разбирать Это очень интересная тема Передал через своего ангела рабу своему Иоанну Для того, чтобы Иоанн уже передал остальным рабам Так вот я напишу «Другие рабы» Вот таким образом Бог дал Иисусу Христу откровение, чтобы Он Показал своим рабам, чему надлежит быть вскоре Заметьте, очень интересный момент Чему надлежит быть вскоре То есть, вот это сообщение, которое идет от источника информации От Бога и до конечного получателя Оно содержит в себе информацию Которая называется Что будет вскоре То есть, это какое-то определенное какое-то пророчество То есть, оно нам рассказывает о событиях, которые еще не произошли Люди не могут знать о событиях, которые еще не произошли Но истина, она знает, что произойдет Точно так же, как бильярдист Например, когда он бьет, он четко знает, куда какой шарик залетит Шарики сами не знают Они не понимают, что произойдет Куда они, с кем столкнуться и так далее Но в истине, в Боге, вся эта информация уже существует Поэтому, Бог через Иисуса Христа Иисус Христос через Ангела своего Который передает Иоанну через Иоанну Другим рабам Таким образом, всем христианам мира Было передано вот это сообщение Что произойдет в дальнейшем То есть, чему он длежит быть вскоре Это такое, как бы, вступление Наш первый синодальный Кладем, еще вот у меня вопрос Вот здесь, значит, в колонке, посередине, да? Да Это здесь дал знамение А вот здесь рядышком, по-русски уже, здесь онное Почему? Потому что это два разных перевода То есть, первый перевод подстрочный Буквально из греческого А второй русский синодальный То есть, синод в России в 1800-м каком-то году Я точно не помню То есть, они сели и они составляли более литературный перевод То есть, для того, чтобы он был более понятен носителю русского языка Поэтому, как бы, какие-то слова там будут отличаться Или еще что-то Это обычное дело с любым переводом Гораздо хуже еще ситуация обстоит с переводом с еврита на русский язык Потому что очень большая разница Ну, в плане лингвистическая разница между евритом и русским языком Греческий и русский язык, они похожи Там слова примерно одинаково строятся Приложения строятся примерно одинаково Еврит нет Как, например, английский язык В английском языке тоже Слова ставятся в другой последовательности очень часто И если ты хочешь перевести на русский Буквально переведешь, получится полная хинея Здесь, как бы, то есть Когда переводчик переводит Он старается донести, для него самое главное Донести смысл, суть этого предложения Конечно же, переводчики не идеальны И случаются ошибки перевода И ни один из переводов не решен этих ошибок Включая вот этот вот подстрочный Тоже там наверняка очень много ошибок Если мы хотим вообще полностью идеально понимать Нам нужно выучить эти мертвые языки Древнегреческий и иврит И арамейский язык Но если вот так вот разобраться То здесь вот второй стих я смотрю Что здесь уже Отличается перевод Серьезно Не слово Божье, а слово Бога И, например, арама Ну да, например Чем отличается слово Бога и слово Божье То есть можем ли мы говорить о том Что это разные переводы Что они несут в себе разный смысл или нет В том случае, если они не несут в себе разного смысла Значит, мы можем сказать, что переводчик перевел достаточно неплохо Если же смысл искажается Например Мы можем посмотреть немножечко разницу Третий стих Русский текст звучит так Блажен читающий и слушающий Слушающие слова пророчества сего В оригинале слово не слушающие, а слышащие Разница между тем, чтобы слушать и слышать Она есть смысловая разница То есть реально как бы есть разница То есть когда Иисус говорил Тот, у кого есть уши, пусть слышит То есть он хотел, чтобы люди слышали его слово Но не просто слушали, а слышали, понимали То есть несет в себе уже значение такого понимания, уразумения, усваивания вот этой информации Просто слушать Мы все слушаем Вот мы можем сидеть тут слушать А слышим ли мы то, что нам говорит Бог Это как бы большая разница То есть это вот мы видим, что здесь немножечко есть как бы разница в переводе Во втором же стихе, если мы берем, да, то есть который засвидетельствовал слово Бога в одном случае Или который засвидетельствовал слово Божье в другом случае Ну лично я не вижу разницы в смысле То есть смысл один и тот же слово от Бога, оно Божье Да Как бы Вот Мы будем придерживаться синодального перевода Потому что он просто более литературный, более понятный Но тем не менее мы будем постоянно заглядывать в греческий оригинал Для того, чтобы видеть вдруг, если какие моменты в нем имеют другой смысл Или немножко другой какой-то смысловой оттенок Дело в том, что на греческий еще перевести, на греческий, да? Там могли бы там тоже ошибиться, когда переводили Он в оригинале написан на греческом В оригинале написан? В оригинале написан на греческом То есть это Иоанн и Сао? Да, он владел греческим языком И он писал на греческом языке Церквям, которые понимали греческий язык В то время Иудея была уже достаточно сильно под греческим влиянием И как бы греческий язык был в ходу Очень много Весь Новый Завет написан на греческом языке Ни одной книги нет на иврите Ну, Септуан был на греческом Септуагент, да? Есть два греческих перевода Один из них Септуагент И еще другой Который у нас используется Ну, церковно-славянский, например, с него был сделан Немножечко там небольшие отличия Ну, суть как бы примерно на и та же Конечно же, очень хорошо разбирать С разных вариантов переводов С разных вариантов этого Особенно некоторые места я разбираю Которые непонятны Как в стенку стучишься Пытаешься, пытаешься понять Непонятно То есть какой-то перевод Он может более хорошо открыть истину Чем, скажем Вот, сейчас нам пока что для первой главы Я думаю, нам хватит вот этих вот двух То есть нашего русского синодального и подстроченного Посмотрим, может быть, подключим еще какие-то варианты Да хватит, куда же еще Если подлинник есть Второй стих Итак, значит Иоанну, рабу своему Иоанну Который свидетельствовал Слово Божие И свидетельство Иисуса Христа И что он видел То есть Иоанн, он увидел что-то То есть вот это вот знамение Которое мы проходили в прошлом стихе То есть какое-то знамение Я не увидел ангела Иисуса Христа Иоанна, да И вот он это свидетель Он получил определенное Божье Слово Определенное послание В котором содержится, что будет вскоре И он это Божье Слово Свидетельствовал То есть вот Иоанн, он свидетель Он не сочинил никакого Божьего Слова Все, что он сделал Он свидетель Он передал Он принял Божье Слово И передал его дальше Вот это вот Возвращаясь к теме того Кто такие свидетели Да Вот Что-то увидел Передал другим Третий стих Заканчивает как бы вот это вот вступление Итак Блажен Читающий Слышащие слова пророчества И соблюдающие в нем написанное Ведь время близко Или в другом переводе Ибо время близко Да, а здесь заповеди есть что-ли Вот, то есть Это вот очень тоже важный момент Что содержится еще в этом послании Кроме того, что будет вскоре Мы узнаем из этого из третьего стиха Что мы должны не просто читать Мы должны слышать слова Слова чего? Пророчества То есть мы понимаем, что будет вскоре Здесь пророчества И мы еще должны соблюдать Написанное в нем Это означает, что есть определенная В книге откровений Какая-то информация Которая говорит нам, что делать То есть какие-то определенные заповеди для нас Определенные какие-то повеления Бога для нас То есть мы должны соблюдать Что-то То есть здесь, значит, находятся не только Информация о будущем Но еще заповеди Для нас Для кого для нас? Для читающих Но для слышающих И заметьте, здесь не стоит слово или То есть или читающий Или слышащий Или соблюдающий Нужно и Логическое и И то, и другое, и третье Обязательно Нужно прочитать, понять Услышать это все И соблюдать те слова Которые написаны Почему нужно это делать? Что говорит третий стих? Почему мы должны Все это соблюдать И получить это блаженство? Конец стиха третьего Ибо время близко Да Потому что время близко То есть это произойдет Оно произойдет вскоре написано В первом стихе И здесь написано Ибо время близко То есть Время не бесконечно Время закончится Наступит вот этот вот Переход Иисуса Христа И призывает нас в Писание К тому, чтобы мы Соблюдали слова Вот этого Пророчества Потому что время близко И так у нас много времени У людей Чтобы было не соблюдать И так На этом у нас Первый по третий стих Как бы вот это вступление Иоанн описывает Что вообще это такое То есть Это вот откровение Иисуса Христа То, что мы будем изучать Четвертый стих Иоанн уже подробнее Описывает Давайте Прочитаем Александр Если можно Четвертый стих Иоанн Иитет вам Находящимся В оси Погадать вам Име от того Который есть Был и грезет И костями духов Находящихся Перед респондом Все Отлично И так И вот Иоанн Он начинает Вот это вот Своё свидетельство Он начинает Вот это вот Своё послание Начинает он его С передачи Благодать вам И мир То есть Вот здесь Вот он Другим рабам Вот этим Семи церквам Которым он пишет Эти семь церквей Находятся в Асии Асия Точно не посмотрел Поэтому по карте Древний Это по-моему Территория Турции Там Вот это вот Все Нынешний А турки Раньше Мусульмане Допустим Они раньше Кем были Турши Нет Мусульманство Не существовало Еще в то время Мусульманство Появилось На 400 лет Позже То есть Тогда Существовали Греческие Различные Верования Римские Различные Языческие Верования Ну и Соответственно С Индией То что Было Там У Египта Были Свои Культы И так далее Мусульманство Тогда еще не было Все мусульманство Построено Спустя 400 лет Оно в основном Построено На Редском Завете Ну то есть Иисус Там тоже Упоминается Упоминается Естественно Но как бы Как пророк Да Как пророк Со знамениями Участвует Итак Ладно Иоанн передает Семи церквям Благодать Мир От того Который Есть И был И грядет Давайте мы Немножко Допростим Задачу От Бога Или от Христа Да От Бога От Христа Или от Его Ангелов То есть Мы должны понимать Что оно Суть то одно Иисус Христос В Боге Ангел Иисуса Христа Это и воплощение То знамение Как Иоанн его увидел То есть Суть Это одно То есть Иоанн передает Людям Вот От Бога И от Иисуса Христа Соответственно Мир И благодать Кто был Есть И грядет Да То есть Кто вот это Я думаю Что это Бог Я думаю Что Почему Ну именно Это же Личность Отец Например Христа Да Это же Личность Да Давайте мы Запишем Давайте Начнем записывать Просто-напросто Качественные Характеристики Как будет Проще всего Итак Мы знаем Что он Был И есть И грядет Давайте мы Вообще Смотрим Вот эту Картину Пытаемся Нарисовать Заново Итак Я Человек Семи церквам Находящимся в Асии А в греческом В Азии В греческом Да Но это не имеется в виду Азия Как континент Как в текущем понимании Это Гораздо Уже Аудитория Территория Вот То есть Было такое вот Асия Они так ее называли Я говорю Я говорю Это больше Даже территории Современной Турции Мы можем Подробнее Посмотреть Кликнуть на этот Четвертый текст На этот Четвертый стих И посмотреть Это слово В словаре То есть Нам открывается Словарь Мы пока разбираем Семь духов Там еще Да Мы еще верхушку Не разобрали Мы пока Иоанн Семи церквам Вот это Я нарисовал То есть Это семь церквей Мы понимаем Но это Они пишут Как Азия Семь церквей В Асии Но это Малая Азия Она немножечко Поменьше То есть Это Это не весь Континент Азия Как сейчас В нашем Современном Понимании Семь церквей В Асии Теперь Смотрите Иоанн Семи церквям Находящихся В Асии Благодать Вам И мир От Тот Кто был И грядет Давайте Мы так Запишем Тот Кто Был И Грядет И От Семь Духов Находящихся Пред Престолом Его То есть Вот мы Так Представим Престол Как Трон Так И Семь Духов Каких То есть Духов Нарисовать Нарисовать Давайте Так Просто Циферки Семь Духов То есть Вот этот Кто был И грядет Через Иоанна И все Эти Семь Духов Они Передают Через Иоанна Семи церквям Что Передают Благодать И мир Так Пред Престолом Находятся Семь Духов Они Передают Иоанну Благодать И мир Семь Церквям Вася Такой Вот у нас Разбор Этого Стиха И Написано И от Иисуса Христа Который Есть Свидетель Верный Первенец Из мертвых И владыка Царей Земных Ему Взлюбившему Нас И омывшему Нас От грехов Наших Кровью Своей И соделавшему Нас Царями И священник Богу И Отцу Своему Славой Державой Вовеки Веков Аминь То есть Прославляет Иоанна Иисуса Христа Десную Богом Мы знаем Это тоже Определенное Образное Выражение По правую Сторону От Бога Это считается Как его Лучшее место Возле Царя Оно было Всегда По правую Руку Одесную То есть Если вы Помните Когда ученики По дороге Там спорили Когда Иисус Будет С Богом Кто сядет С ним По правую Руку Помните Там был Такой эпизод Мама Еще вступила За учеников А можно Мои дети Они сядут У тебя Один по правую Другой По левую Руку То есть По правую Руку Это как Старший Сын Самый Главный Первенец По левую Руку Это уже Менее Почетное Место Еще дальше То есть Мы знаем Что Иисус Христос Где-то Здесь Вместе По правую Руку Здесь Иисус Христос Окей И от Иисуса Христа То есть Тоже Благодать И мир Который Есть Свидетель Верный Называет Его Иоанн Что значит Свидетель Чего Свидетель Опять же Божьего Слова То есть Верный Передал Божье Слов Первенец Из мертвых Воскрес Да Из мертвых Владыка Царей Земных Написано Что Перед Иисусом Христом Перед Иисусом Клонится Всякое Колено Да Ему Возлюбившему Нас Нас Кого Кому Посылает Иоанн Семи Церквям Ваоси Верующим Людям В церквях Возлюбившему Нас И омывшему Нас От чего Омывшему От грехов То есть Он Он Омывает Нас Да Как Омывает Бог От грехов Читаем Этот стих Омывшему Нас От грехов Кровью Своею То есть Бог Омывает Иисус Христос Омывает Нас От грехов Кровью Своею Вот этот вопрос давайте мы вынесем, это большая тема, то есть как это реально работает, то есть что это такое вообще, что это за омывание в крови. Это большая тема, то есть мы ее будем разбирать отдельно подробно. Сейчас мы пока ее оставим, но потом. Итак, омывшему нас от грехов наших крови своей и соделавшему нас, вот этих людей рабов, царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава. Держава это символ царства, символ царя, то есть он не есть, глава написана всех царей, престол вы видите. То есть фактически это все одно и то же. Иисус Христос, Он находится в Боге, Он вместе, это одно с Богом. Давайте мы возьмем параллельную ссылку, для того чтобы пояснить более подробно. Евангелие от Иоанна, давайте откроем первую главу самую. Там у нас написано, где находится Иисус Христос, что это вообще, как это понимать. Итак, Евангелие согласно Иоанну, первая глава, и стих будет это у нас 18, прочитай это пожалуйста. Подожди, первая глава, почему у меня только 10? Евангелие согласно Иоанну. Давай, Александр, если ты нашел. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре общим, Он явил. Да, то есть мы видим из этого стиха, что Сын, Он находится в недре, внутри Отца. Да, то есть нам это как-то тяжело может быть. Он нам не понять небесного. Но мы знаем, что Иисус Христос находится в Боге, и Бог находится в Нем. Они суть одно. Хотя Иисус говорит, что Отец Он больше, чем Я, но мы с Ним одно суть. Да, то есть это как, я не знаю, как это даже сказать, как это можно представить. А не важно. Не, ну можно представить. Ты берешь большой кусок, например, теста, от него кусочек отрываешь. Они суть-то одно, что большой кусок теста, что маленькие, они одинаковые. Но вот это вот маленькое, оно находится в большом. Ну, как-то так. Ну, не знаю, в общем. Мы знаем, что Сын Божий. Он явил. Он явил. Кто явил? Он явил. Явил Иисус Христос. Бога не видел никто никогда. То есть ни один из людей не видел Бога. А Иисус Христос явил Бога людям. Он показал людям Божью сущность. Вот. То есть показал, кто такой Бог. Вот. То есть Иисус Христос явил Бога людям. Американские проповедники рассказывают, как они побывали на небе и как с ними Бог разговаривал. И как Он им дал задание прийти на землю и рассказать. Ну, давай, мы не будем уходить в различные эти. Видите? То есть мы изучаем Писание. Если мы видим, что что-то противоречит Писанию, да? Тогда мы, значит, это что-то считаем за неправду и верим Писанию. То есть это Писание, ну, очень, как хороший, значит, такой отвес. Он четко показывает, что стоит неровно. Ну, Писание, да, все есть. Но вот интересно, когда вот апостол Павел, да, например, Он же сначала был против и Он же не знал всего. А что потом такого случилось, что Он такой текст, такие вот, ну, 14 посланий написал, у основы Нового Завета, которые легли. То есть как вот Он все познал Христа, как Он так вот смог это сделать. Да. Он чем-то отличается от нас, людей, таким. Он тоже уже был грешным человеком. Да. Что именно, во-первых, то есть это тоже, опять же, жизнь апостола Павла и его личный духовный рост. Каким образом это все произвел? Это большая тема. Да, вот Вадим, с духовным ростом непонятно смотреть. Да, то есть то, как духовный рост происходит, в какой момент. Да, если я имею в виду, духовный рост, например, считаешь, подростаешь, слово могущее спасти. А вот эти вот, которые разбойник, у меня что был, духовный рост у разбойника на кресте как-то. Да, да. То есть... Ну, был духовный рост, что ли? Он просто уверовал. Просто уверовал. Этого было ему достаточно для того, чтобы оказаться в раю, да? Ну, это да. А насчет духовного рост... А плоды, какие плоды у его жизни были? Был ли духовный рост у него случился только в одну последнюю секунду перед смертью, там, в последний момент? Просто признание своей греховности. Просто признание своей греховности, признание истины Божьей. Божьей. Что вот это вот действительно же человек праведный. А потом он пойдет. Мы-то говорить наказанному другому разгоннику, говорить. Мы-то... Да, но это может каждый, но не каждый, они же на кресте вместе висели, что когда, да? А признать может любой грешник и пойти дальше грешить. Или не грешить, или потом пригрешить нечаянно. Да. Давайте мы разберем эту тему отдельно. Просто-напросто мы не разберем... Да, вот насчет... Я же насчет греха помню. Иначе мы откровения не разберем. Давайте мы возьмем, выпишем вот это вот на следующее занятие, да? То есть, тема греха. То есть, как грех, вообще говоря, входит в человека, как он из него выходит, как он прощается с Богом, что именно человек, каким образом происходит дальнейший его духовный рост. Тема не только греха, но и духовного роста зацелена. Ну да. Потому что это на целый отдельный урок, а то и на два. Да. Тоже. Потому что Яков пишет, что слово могучее спасет. Да. Слово спасает именно. Хорошо. Да. Мы понимаем, что когда Иисуса называли... То есть, пришел ангел и сказал Иосифу, что ты должен назвать Его Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Слово Иисус означает Бог спасает. Не люди сами спасаются от греха. Бог спасает. Христос означает опомазанник, да? Мессия, послание. Христос, я так понял, что это титул Христос? Да. Да. Это не фамилия. А это как бы Иисус, это Бог. Да. Иисус это имя, да? То есть, Бог спасает. Бог послал свое слово на землю для того, чтобы это слово спасло грешников. Его же звали не Иисус, а Ешу. Ну, с евреями, да. Конечно, Иисус это уже такой, скажем, на русский мотив, там, Jesus, там, на английский мотив. Не важно. Суть того, что это одно и то же существо, один и тот же Сын человека и Сын Бога, да? Иисус Христос. Мы понимаем, что это один и тот же персонаж библийский. И самое главное, что мы понимаем, что Иисус Христос, это Божье Слово. И именно Божье Слово спасает грешников, грехов. Мы будем проходить, давайте отдельно вы записали, что тема греха и духовного роста. Окей. Возвращаемся в наше первую главу книги Откровений. Итак, значит, и соделавшему нас царями и священнику Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Иисус Христос находится вне три отчима. Мы понимаем, что это суть, а не одно, да? Вот. Иисус Христос наш Господь. Другая часть Бога, она нам невидима. Нам видимо только то, что явил Иисус Христос. Мы не видел никто от Бога никогда. То есть то, что вот другое там от Бога, оно невидимо. Мы знаем, что вот Сына Божьего. Вот Он вот наш Господь. Ему слава. Мы через Христа к Отцу идем или мы как бы? Через Христа? Через Христа мы идем, конечно же, к Отцу. Но и к Иисусу Христу к Самому. А не суть одно. Ну да. Это как... Мы уже... Вот с Людой тогда я пробовал привести эту... То есть... Бог как одно, как сознание какое-то, да? Это сознание, оно может быть выражено в слове. Как, например, здесь сознание Толстой, да? Вот Он творец, Толстой. Вот Он творит, да? Писатель. У него есть Его Сын, Его произведение, Его Слово, которое Он выразил уже. Например, там роман «Война и мир», да? То есть этот роман, он отражает сознание Толстого, Творца. В этом романе «Войне и мир» мы читаем и пропитываемся духом этого сознания. То есть мы понимаем смысл, суть, то, что вот передает это сознание, то, что передает это слово, которое выразил Творец. То есть... И таким образом этот дух, как бы, сознание Толстого начинает жить в нас, когда мы читаем его роман. Примерно, как бы, вот такой вот... Нет, вот молиться Христу и молиться Богу. Вот это вопрос. Бог Отец, Творец всей Вселенной. Иисус Христос – выраженное Слово, доступное людям. Мы не можем понять больше, чем Иисус Христос. Мы не можем... Наше сознание не может вместить в себя больше истины, чем оно выражено в Иисусе Христе. Нам бы только Христа познать, значит, проблема. Да. Если мы познаем Христа, это все, это наш лимит. Но Христос сказал «Отец больше меня». У человека есть лимит. Это сознание Иисуса Христа. Сознание Иисуса Христа, оно равно сознанию Бога по качеству. Но, возможно, не по количеству. То есть, Бог не выразил все вообще, чтобы было доступно для человека. То есть, вся истина Вселенной, мы просто не можем ее до конца познать. Написано, что даже сам Иисус Христос в тот момент, когда Ему будет все покорено, то есть, когда все абсолютно, все люди будут покорены и обладать сознанием Иисуса Христа, говорит, Иисус Христос сам покорится перед Богом и смирится перед Ним, чтобы был Бог все и во всем. То есть, Иисус Христос не занимает над Богом Отцом какую-то главенствующую позицию. Иисус Христос, когда мы молимся Богу, мы молимся и Иисус Христос молимся одному и тому же сознанию. Иисус Христос – это та часть Бога, которая может жить в нас. Это настоящий Божий Сын. То образом и подобием, кого мы должны быть, мы призваны быть. То есть, я как-то так вот это понимаю. А тут еще не сказал. Что? А Духе не сказал, что? Иисус Христос. Дух, да, Святой Дух. То есть, есть Слово, а есть Дух этого Слова. То есть, суть, смысл этого Слова и так далее и тому подобное. Дух живой. То есть, он отличается от идеи и от смысла тем, что он живой. Например, у человека есть Дух. Мы сейчас вот изучаем, что, оказывается, есть семь Духов, да, какие-то там, которые возле престола Бога. Мы сейчас чуть-чуть подальше пройдем и узнаем, что это за семь Духов и как они называются дальше. И что эти Духи делают. То есть, что такое Дух? Это тоже большая тема, и мы ее будем разбирать вместе с тем, кто такие Ангелы. Потому что Ангелы и Духи – суть одна. И более того, Иисус Христос… А у Бога образ есть тут Бога? Бога не видел никто никогда. Как можно представить того, кто безначальный и бесконечный? Тяжело впихнуть в какой-то образ. То есть, образ, вот, Иисус Христос, вот этот вот, тот образ, который доступен нам. Его сознание, тот образ, который доступен нам. Я не имею в виду Его тело, косты или еще что-то такое. Сидящий на престоле – это Христос, что ли, получается? Ну, они оба сидят на престоле, да. Сидящий на престоле в данном контексте – это Христос. Ему держава, Ему слава, держава – это как раз царство, у него этот знак, да. Мы говорили, Ему слава и держава. Ну, да, это как раз. И Он соделывает и нас царями, то есть, на престоле еще и мы оказывается оказываемся. Но вот, Иисус Христос не сидит на престоле, он в правой стороне находится, в престоле, в правой руке. Правильно? Что такое правая рука, Люда? Это образное выражение. Это не значит, что Он действительно сидит там по правой стороне, что есть левая или правая сторона. Да, мы так сказали пока. Да, одесной, да. То есть, есть такой вот образ для того, чтобы мы себе представляли, как это может быть. То есть, Божье Слово, оно находится к Богу самым близким вообще, понимаешь? Потому что они суть – одно. Иисус Христос, передавая это Слово от Бога другим людям, рабам своим, Он их делает тоже царями. И Он делает нас суть – одним с собой. Он сливается с нами. Вот в тот момент, когда Божье Слово проникает в нас и мы становимся суть – одно это называется. Мы потом будем проходить это, что это свадьба, да, Иисуса Христа со своей женой, со своей невестой, которой суть есть церковь. Да. Мы станем суть – одно. Мы тоже станем царями, мы тоже будем сидеть на этом престоле. А мы царями – это кто мы? А с кем царством они? Вот, давайте почитаем. То есть, вот у нас это же… Шестой стих. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава держава в веки веков, аминь». Ну, вот здесь царство в речи. Царство, да, царство Божье, царство истины. Во Вселенной есть царь, истина, правда, суть, по которой все устроено. То есть, то, что должно управлять вообще всем. Принимая истину, принимая правду, живя по правде, мы царствуем с ней. То есть, вот таким вот образом. «Ложь не может вечно править миром». То есть, нет, написано, что Бог творит новую землю, новое небо, на которых обитает правда этой Исаии. То есть, суть в том, что Царь, Божье Слово, Иисус Христос, делает нас царями и священниками Богу, когда Он в нас сажает Свое Слово. Мы становимся похожи на Христа, мы становимся… произойдет тот момент, когда мы станем с Ним суть одной. Когда мы сольемся с Христом, мы сольемся с Богом, Христос причинится Богу и станет все и во всем Бог. То есть, мы получим полностью вот эту божественную сущность. Но мы имеем в себе свидетельство, что мы уже сны были. Мы имеем в себе свидетельство, да. А какое это свидетельство? Первая самая глава Евангелия от Иоанна. Давайте мы вернемся туда. Итак, значит. И Слово стало плотью, обитало с нами полной благодать и истины. Мы видели Славу Его, Славу как единородного от Отца. То есть, от Отца единородно одинаковые, да? Полная благодать и истины – это Слово, это про Иисуса Христа говорится. Дальше. Кого Слово скажешь? Ну, сейчас я прочитал 14-й. А, да. Да, дальше мы читаем. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанн пришел, тогда бы все уверовали через него. То есть, Иоанн передает Божье Слово, передает этот свет. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть, всякий человек, который в мир попадает, он просвещается истиной, истинным светом. Вот это то, что нас просвещает. Иисус Христос пришел… Подожди, подожди, как ты сказал? Подожди, Валер. Ты сказал, что всякий человек, который приходит в мир… Да. Подожди, но мы говорим о том, что дети приходят в мир грешниками. Нет, мы говорим о том, что просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если человек не просвещается никак истиной, то он не просвещается, понимаешь? Имеется в виду не тот человек, который родился… Не то, что ты родился, а ты сразу просвещенный. Нет. Который родился для Христа верующего. Который родился для того, чтобы быть просвещенным истиной, да? Так, а это в каком стиху написано? В 14-й я читаю 15-й, что-то не могу найти. В 9-й сейчас стих мы проходили. Прочитали. Был свет истины, который просвещает всякого человека, проходящего в мир. Дальше. И в мире был, и мир через него начал быть, через истину, через истинный свет. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Кого его? То же самое слово, да? Христа. Да. А тем, которые приняли его, верующим во имя его. И вот здесь вот свидетельство наше. Он дал власть быть чадами Божьими. То есть у нас есть власть называть себя Божьими сынами. То есть мы просто уверовали, что он есть сын Бога, да? Да. Мы признали, что вот это Божьи сын. Истина. Божье слово. Мы понимаем, что этого достаточно. Ну, да. Слово приняли, как вы понимаете? Ну, мы сейчас, если посмотреть этот перевозы грешеский, да? Если мы смотрим, кто пришел в мир, то есть мы понимаем, что пришло в мир слово, первый самый стих, да? Да. И слово стало плотью. Да. Это значит в Иисусе Христе, когда оно пришло, да? Приняли. Что значит приняли? Приняли мы это слово. Уверовали во что? В слово уверовали. И вот именно этим словом Бог насаждает своих сыновей. Ну, как вот именно принять? Что просто можно принять и как бы, ну, принял и принял это. И не исполнять его, правильно? Вот это вот то, что, это вот именно, что можно принять, но не исполнять. Вот это есть разница между тем, чтобы только принять или не исполнять. Да, потому что потом получится, что он скажет, я вас не знаю там. Конечно. Я вас вообще не знаю. А вы теперь после того, что вы приняли мои слова, вы все равно оставались грешниками? Да. Послание Якова, мы разбирали, оно учит, что существует два вида веры в слово. Два вида веры. И одну веру он называет вера живая, а другую веру называет вера мертвая. Одну веру видно в делах, а другой вере только говорят. Мы разбирали подробно послание Якова. Да, и потом вот еще, как же что-то, знаешь, как здесь определить дела и духовный рост еще. То есть дела в самом себе как бы духовно делать, и дела делать другим, наоборот, как бы так. Это все части одного. Вот дела и твой духовный рост. Это не может идти одно без другого. Дела – это плоды веры. Вот именно. Плоды веры и твой рост. То есть в том случае, если мы принимаем слово, слово говорит нам, люби ближнего своего, как себя самого делай, там ему добро и все такое прочее. Слово от Бога. И мы верим, что действительно так нужно. И у нашей вот этой веры должны быть плоды. То есть непосредственные какие-то проявления того, что мы уверовали, что действительно так нужно жить. Мы начинаем любить ближнего, мы начинаем там заботиться о людях, которые окружают нас, быть менее эгоистичными и так далее. Это плоды веры. Нашу веру можно всегда увидеть по плодам. Он говорит, по плодам узнаете их. То есть в том случае, если наши плоды добрые, если наши плоды нашей веры, они реально отражают суть учения Иисуса Христа, значит наша вера живая. В том случае, если плодов у нашей веры толком никаких нету, тогда как Иисус проклял смоковницу, не приносящую плодов, Он бы сказал, да и люди. Всякое дерево, которое не приносит плода, срубают и бросают в огонь. Нету толку от веры, которая мертвая. Ну да, если твоей веры ничего сделать не может. Да. Что толку, что мы верим, что Бог действительно свет, един и так далее и тому подобное. Иоанн говорит, и бесы веруют и трепещут. А что толку-то? Вера без дел мертва. Нас спасает живая вера. А у живой веры всегда есть плоды. Иначе как ты, ну вот ты веришь, например, что, я не знаю, там, ну вот американцы верят, что нужно флагом там американским махать на 4 июля. У них есть плоды. Парад 4 июля, они все ходят, машут флагами. Это плоды веры. Иисус Христос говорит, ваша вера должна, что вы должны мне поклоняться и подчинять себя Божьему Слову, быть там добровольными рабами Божьего Слова и так далее. И там потом любить там ближнего, любить Бога там. Радуйтесь, прославляйте и так далее. Есть определенные плоды, то есть есть определенные действия. Наша вера, она побуждает нас к определенным действиям. В том случае, если наша вера нас не побуждает никаким действиям, значит в реальности мы не верим в то, что так жить надо. Наша вера мертвая, это вера на словах, бла-бла. Это не христианство. А во что тогда вера? Во что? Да, вера получается реально там какие-то в ценности, по которым живет весь мир. Это уже не вера. Это то, что ты делаешь, отражает твою веру. В том случае, если человек верит, что нужно, например, копить богатство и что он здесь его богатство спасет, он этим и занимается, он на это тратит свою жизнь. В том случае, если человек верит, что он может спасти другого, ближнего, отучив его от греха, он этим занимается, он хочет проповедовать Божье Слово или еще что-то. Это естественное, абсолютное проявление веры, это твои дела. То, что ты делаешь, это на самом деле то, во что ты веришь. Да, вот еще любовь, где вера, надежда и любовь. Вера потом обретает надеждой, когда человек предстает перед Богом, да? И любовь к Богу. Любовь к Богу. Если мы говорим о том, что 13 глава, 1 Коринфянам, то есть сии сейчас есть, там, вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Да, в определенный момент нам не нужно будет верить, потому что мы будем видеть Бога. То есть полностью понимать, полностью знать Его, понимаешь? Вот. Нам не нужно тогда верить. Вера нам нужна сейчас, когда мы не видим истину. Это точно так же, как, например, вот мы слушаем какого-нибудь профессора, и он говорит нам, вот если я возьму сейчас это яблоко и брошу, то по закону, который там Ньютон открыл, ну реальности мы понимаем, что это не Ньютон, а Бог придумал этот закон, там, гравитация. Ну, ладно. Яблоко должно упасть вниз. И мы верим этому профессору. Нам не обязательно самим проводить какой-то опыт или еще что-то. Но в тот момент, когда мы видим, как это яблоко падает, мы получаем это уже знанием, а не верой. Мы уже знаем, что сто процентов происходит вот так. То есть Библия говорит о том, что вера нужна нам сейчас. Наступит время, когда вера нам будет не нужна. Мы будем видеть Его такими же, как Он видит нас. То есть настолько же будем, как Он нас знает, мы будем знать Его, Иисуса Христа. Нам не нужна будет надежда на спасение, потому что мы уже будем с Ним. То есть вера и надежда будут не нужны. А вот любовь, говорит Павел, в первой повинции на 13 главах, она вечно, она останется навсегда. Вот любовь написана из них больше. Да, но что это такое любовь? Как это вот? Я предлагаю при изучении Библии все-таки стараться фокусировать внимание на голове, потому что если мы будем пытаться охватить сразу все, мы не сможем понять... у нас будет вот такие вот отрывчатые какие-то. Давайте в конце как-то записывать вопросы. да. И потом по вопросам, то есть Библия она как дерево. То есть когда ты читаешь, ты вот начинаешь читать какую-то суть, ствол, и вот есть какие-то ответвления, которые непонятны. Вот здесь нужно что-то разобрать, здесь, 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 здесь. То есть нельзя сразу уходить в детали. То есть есть два метода основных. Ну вот сейчас в покровении вы какой стих читали? Мы чадо Божие, которым делают дела Боги и любят Бога. Мы живем. Нет, то, что Он соделал нас царями. Мы проходили. А то, что Он соделал нас царями. Да. Шестой стих. Соделал, что Он нас царями и священниками Богу. Мы можем брать вообще отдельно целый урок на то, чтобы понять, что за царство, что за цари, что за священники, какие задачи есть у священников, какие задачи есть у царей. Чем мы будем заниматься в тот момент, когда мы станем этими царями? Стали ли мы этими царями сейчас или мы станем когда-то? Если когда-то, то когда? Сколько нам ждать? Что произойдет до этого? То есть это огромная тема, огромная ветка. Сейчас мы делаем общее наблюдение. Есть два основных метода изучения какой-либо информации, каких-либо книг. Это индуктивный и дедуктивный метод. То есть когда индукция это от общего, ты переходишь к частному. То есть сначала ты получаешь общую картинку, некоторые частности ты упускаешь. Потом ты уходишь, глубже копаешь, более в частные случаи погружаешься. Есть дедуктивный метод, да? То есть как вот Шерлок Холмс, он говорил, что у него дедукция развита. Он видит частности и из частных разных фрагментов составляет общую картинку. Мы будем пользоваться и тем, и другим методом. Мы будем изучать и дедуктивно, и индуктивно. Сейчас мы делаем общее наблюдение, это индуктивный метод. То есть мы смотрим, составляем общую картинку того, что такое первая книга откровений. Да, и еще я хотел еще узнать, что... Будем погружаться в частности. Еще же я хотел узнать побеждающему. Что побеждать? Побеждающему там дам сесть. И опять же, я предлагаю сейчас не прыгать в ту голову. Да, побеждающему... А вот так, если вкратце так. Как побеждать? Чем побеждать? Что мне нужно для этого сделать? Что я там дам скушать? Что я буду там скушать и пить? И что это вообще значит? Если мы будем... А в каком теле мы будем? В этом теле или в каком-то другом? Мы будем есть какую пищу и пить там? Какое питье? Как оно должно выглядеть? То есть это большая тема. Сейчас давайте мы сконцентрируемся и мы просто разберем поверхностное... Это достаточно поверхностное изучение. Первую главу. Оно нам даст определенную картинку. Потом мы также пройдем вторую главу, третью. Потом мы будем глубже проникать. Каждый непонятный момент. Сейчас мы просто выписываем непонятные моменты. Мы все это разберем, если у нас будет как бы желание и время на все эти уроки. Книга Откровений. Я уже говорил о том, что для того, чтобы разобрать все... Этих ссылок нужно разобрать, наверное, тысячу параллельных. Да, да. То есть это задача ни на один месяц и ни на один год. Мы не будем пытаться сразу же все понять. Это нереально. Не, ну хотя бы поверхностно пройдем. Потом мы будем копать глубже, потом мы будем копать глубже. Истина, она как золото. Его нужно добывать. То есть легкая... А может Христос дать откровение человеку? Или не может? Вот Павел уже дал откровение. Павел уже дал откровение, значит может. Даниил уже дал откровение, значит может, да? Ну вот придет он в конце, я получил откровение от Христа. Да. И приходит, и говорят... То есть кому мы должны верить, кому мы не должны верить, как откровение... А вы скажете, ну, тебе без это сказать? Ну, наверное, потому что сказали, можно понять кто сказал. Давайте мы запишем это как вопрос. Может ли Иисус Христос сейчас дать какому-то человеку какое-то откровение? Да. Ну и индивидуально. Вот как апостол Павел, он же учился же откровениями, да? Да. То есть вот конкретно. То есть Петру мы знаем, что Бог давал откровения, ангелов посылал от Марии, Киосифу давал им откровения о том, что у них родится там тот-то-то... Корнилию, ангелопослов. Корнилию, да. Мы знаем о том, что действительно в Библии очень много таких... Вот мы их будем проходить, смотреть, что между ними общего. В какой момент люди получали откровения, для чего Бог посылал откровения, есть ли у нас подобные ситуации или еще что-то такое. Мы будем все это проходить. Это большая тема. Вот, то есть... Давайте мы закончим просто поверхностный обзор первой главы. Да, потому что у нас как бы первая глава, она не очень большая, мы ее можем закончить поверхностный обзор уже сегодня. И так, значит, шестой стиль. Вот шестой прошли уже, и вот если седьмой, всякое око узрит, это же на всей земле, которые пронзили его. Да, то есть... В воскресне, да? Все грядет с облаками, то есть это говорит о том, что произойдет в будущем, да? Грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь, да? Ну, ей да. Да, аминь. То есть, что за облака? Как он грядет? Тут же целая куча вопросов, да? Всякое око то, которое живет сейчас на земле, или те, которые пронзили, это же... Они же умерли уже давно. Как они могут его увидеть, да? То есть, вот все эти вопросы всплывают. Мы это будем разбирать. Пока что мы не можем сразу начать копать настолько глубоко. Вернее, мы можем, но мы моментально отойдем, и у нас не будет целостности картинки. Сейчас мы пока записываем, что Иисус Христос, о Котором идет речь, Он придет с облаками. Кто такие облака, мы тоже запишем потом. Это есть как бы объяснение. Это святые, скорее всего. Совершенно верно. Да, действительно. Облака свидетелей. Мы разберем этот образ. Узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Как вы думаете, почему возрыдают? Почему будут плакать перед ним люди? Да, вот, кстати, тоже интересно. Почему мы, когда сталкиваемся с истиной, когда истина вот так вот нам просто показывает, когда человек стоит перед нами, да, или появляется вдруг в нашей жизни, человек начинает горевать. Ему становится от этого плохо, потому что истина обличает. Истина, она берет и вскрывает вот эту вот, вот эту вот маску лживости, которую каждый человек всю свою жизнь носит. Вот. Каждый народ, он носит какую-то маску лживости. Например, люди в Америке, они искренне верят в то, что они могут одновременно ходить в церковь, молиться Богу и посылать солдат воевать в Афганистан. Как две идеологи могут уместиться в головах людей? Маска лживости. Очень просто. А, ну это... Не-не, ничего страшного. Ну это они там где-то четко. Ну это как бы да, это может быть нужно. Ну мы не знаем. Ну то есть вот так вот. Умывание рук, так сказать. Когда истина подойдет к тебе вот так вот, и четко тебе обличит и скажет, что вот это вот ты сделал конкретно неправильно. Вот это вот ты сделал конкретно неправильно. В этот момент, написано, возрыдают все. То есть, всем людям будет обличен показанный грех. И кроме как сожалеть об этом, чем мы останутся. Ну это же остановлен. Я так понял, что вот эти, ну вот, святые же, которые во Христе, христиане, во Христе истины, они с ним и бредут. Они с ним и бредут. А где то живы, то они и останутся. А те племена земные, да, они возрыдают. Ну тем святым, чего им возрыдать-то? Они же уже приняли и свою греховность, и прощение грехов, и у них они омыты уже кровью его. То есть, давайте опять тему греха мы откладываем пока что. Сделаем отдельный урок большой на эту тему. Главное то, что мы видим сейчас из этой главы, из Откровения, из этого стиха. Седьмой стих у нас. То есть, те, кто пронзили, возрыдают перед ним, все племена земные, всякого ока его увидят. То есть, рано или поздно с истиной столкнется каждый человек, не важно, он живет сейчас, или он умер тогда-то, или еще что-либо. Библия учит о том, что будут все воскрешены, и праведники, и неправедники, и все будут как бы судимы по делам своим, да? То есть, рано или поздно обязательно будет суд, обязательно будет столкновение с истиной в тот момент, когда вот он придет с облаками, и мы его все узрим, увидим. Итак, вот этот вот Иисус, да? Мы понимаем, что речь идет об Иисусе. Говорит, восьмой стих. Я, Есмь, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет вседержителю. То есть, точно так же его описывают опять. Был, есть и грядет, да? Кроме этого, его называют Альфа и Омега, да? Альфа тоже, да, и Омега, да? Они как бы... Да, почему Альфа и Омега? Первая и последняя буквы греческого алфавита. Во-первых, это нам подтверждает, что Новый Завет написан на греческом языке книги изначально, то есть, он не называет его там иудейскими буквами, вот. То есть, вся та информация, которая может быть выражена буквами или еще что-то, Альфа и Омега, начало и конец, истина вся. Понимаете, да? Речи даже. То есть, от А до Я, начало и конец, говорит Господь, называет его здесь еще, да? Он наш Господь, Который есть и был и грядет. Он есть сейчас, он был тогда, он был всегда, и он грядет в будущем. Вот он грядет с облаками, да? Ну вот. Вседержитель, еще его называют здесь. То есть, все в его руках. Все ему подчинено, все подчинено истине, Божьему Слову. А вот здесь вот в этом переводе написано, что Господь Бог сущий и бывший, и приходящий. Да. Тот, Который был, есть и грядет. Ну, так перевели сущий, сейчас, бывший, тогда, приходящий, потом. То есть, во всех вот этих вот, нашим прошлом, настоящем и будущем, у нас один и тот же Господь. Истина не меняется со временем. Она всегда одна и та же. А почему же некоторые считают, что в Ветхом Завете это был именно Христос? Вот с этими, с иудеями там, когда вот он их наказывал, когда поощрял, там вот именно, да? В Ветхом Завете Бог, да? Иисус Христос, и мы знаем, что даже Павел в послании к евреям, он толкует тот момент, когда в Ветхом Завете иудеи проходили через пустыню, за ними шла гора, там написано, да? Которая источала для них воду для того, чтобы они могли пить. Иисус, Павел толкует этот момент так, что сия гора есть Христос, да? То есть, Христос поил их духовным питьем в пустыне. Это, опять же, большая очень тема, ее нужно разбирать. О, появилась. Алло, алло. Сейчас только появилась. Это у меня интернет пропал, да? Да, да. Александр? Да, я здесь, да. Здесь, да? Да. Ну, то есть, вы слышали, да, что я говорил по поводу вот этой горы? Да, 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 что евреи подтверждают Павел. Да, в послании к евреям Павел аллегорически толкует этот момент, что и Христос их поил вот этой водой. Точно так же, там есть еще момент, когда вышел священник Мельхиседек и Авраам ему отдал десятину от всего там. Ну, там целые, опять же. Ну, я читал, да, знаю, видел я там. Суть в чем? Да, вкратце. То есть, Иисус Христос был всегда. То есть, Он никуда не девался, Он никуда не денется из вселенной. Это истина. Иисус Христос, Божье Слово, истина. 2 плюс 2 равно 4. Истина. Было так, сейчас так есть и будет в вечности. Вот эта истина, она неизменна, она бессмертна, ее невозможно убить каким-то образом. То есть, поэтому Христос и воскрес, потому что в нем нету какого-то, ничего, какой-то неправды. Вот. То есть, мы понимаем, что единственная вещь бессмертная в этой вселенной, это истина, это правда. Это истинное знание какое-то. И сама сущность Иисуса Христа, она из этого, Божье Слово, она неизменна. Вот Он был, есть и грядет. Грядет Царство Божье, Царство Божьего Слова грядет сюда. То есть... И я уже хотел еще узнать все. В Ветхом Завете Бог там говорит, там, побить этот, убить народ, этот, там, убить всех волок, там, детей убить. Да, да, да. Мы тоже разберем, что это означает. Да, жестоковато как-то, да. Мы все это будем разбирать, насколько это исторично и насколько, и что это в реальности. Окажите. Что такое? В Ветхом Завете. Да. Давайте, друзья, не будем отвлекаться, мы не пройдем иначе далеко. Давайте мы будем держаться контекста и потихонечку, потихонечку собирать вопросы для тем на изучение, там, на будущее. Да, да, да. Мне кажется, что вот по каждой главе, Вадим, нужно просто, когда мы проходим, записывать отдельные вот такие вот вопросы, а потом, если это или отдельная тема или просто их сразу обсудить после занятия, чтобы легче было проходить все-таки волок. Ну да. Да, конечно. Ну да. Потому что мы же можем заниматься, ну вот я не знаю как вы, но я час-полтора как бы все. Ну конечно. Да. То есть лучше всего потом еще дома почитать, поизучать, поразмышлять над всем этим, какие-то вопросы есть, какие-то непонятные моменты, составить список. Вместе потом посидеть, подумать, посмотреть, что Писание говорит на тот или иной вопрос. Некоторые вещи, они нам останутся закрыты. То есть я, ну я не знаю, может быть вам откроются, но я над некоторыми вещами размышлял, размышлял всю голову, сломал. Как бы не нашел ответа. То есть, да, здесь тоже Христос, Он как бы открывает, когда мы читаем. Да. Сам открывает человеку… Да. Даже Павел говорит о том, что, ну несмотря на весь его духовный рост, на его познание Христан, говорит, у нас все наши пророчества, они частичные, они неполные. Мы все видим, как в тусклом зеркале мы видим… Ну да, да. То есть, мы не видим ясной картинки до конца. То есть, наступит время, когда мы ее увидим, но это не сейчас. Хорошо. Так. Мы закончили восьмой стих. Итак. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель». Христос представляется этим церквам, да. Девятый стих представляется Иоанн. «Я Иоанн, брат ваш». Иоанн говорит людям, остальным рабам, верующим в семи церквях. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». То есть, жизни Иисуса Христа, кроме того, что это царство, что действительно как бы все подчинено истине и прочее, это еще и в настоящее время скорбь и терпение. Мы знаем, что Иисус Христос, Он много скорбел, мы знаем, что Он много страдал, мы знаем, что верующие люди начали скорбеть и страдать сразу же, как только начались гонения. И эти гонения продолжаются во многих странах до сих пор. Многие люди в своих семьях не принимают христиан, потому что те начинают исповедовать грехи и совершенно ценности. Иисус говорит, что положу вражду там, то есть меч я принес, враги домашние твои, да, то есть ты хочешь исполнить Божье Слово, а они хотят продолжать жить как-то в грехе. И вы будете враждовать, обязательно будете враждовать. То есть если ты, например, вдруг уверовал, да, ты до этого был там вором, приносил в дом деньги, и вдруг ты уверовал, бросил воровство и вся семья у тебя стала нищей, ты ничего не умеешь еще делать, еще ничему не научился новому, но ты знаешь, что это более праведный путь, против тебя могут быть твоя жена, дети и так далее. Так, Вадим, а у вас там есть, я не знаю, вот здесь он говорит, что соучастник в скорби, там, да? Иоанн говорит, я ваш соучастник в скорби. Почему, как вы думаете, семь церквей эти находятся в Асии, а не в Иерусалиме, не в Израиле? Да, кстати, почему? Потому что их всех оттуда выгнали, потому что начались огромные гранины. Из Иерусалима? Вы выгнали всех. Из Иерусалима выгнали? Из Израиля, вообще, то есть были гонения. Павел же вот скакал в Дамаск для того, чтобы верующих там гнать. А, то есть христиан не было уже... Христиан не было, они находились в рассеянии, они находились в разные-разные, кто куда бежал. Они находились в глубоком, как бы моральном давлении, да? В духовном давлении, в материальном давлении, потому что, ну, вы можете себе представить, кто такой беженец. Это беженец, который бросил всё, у него нет ни дома, ни там его работы, бизнеса, там ничего, там чем он занимался. Ничего у него нет, он приезжает в другую страну, он бесправный, он лицо без гражданства. Это как бы... У человека очень большие проблемы, очень большая сторона. И за что он это всё получил? За то, что он верит в Иисуса Христа, не отрёкся от веры. Там вас не гонит, кстати, в Америке? Гонение не устраивает? Ну, нет, здесь как бы достаточно это... Естественно, как гонение устраивает. Если ты выйдешь и начнёшь говорить, что, как бы, там, президент сатана, в тот момент, когда он посылает бомбы, там, в Ирак, тогда тебя, может быть, и, как бы, за правду... За правду всегда будут гнать. То есть, это... Другое дело, что здесь, как бы, ну, нет такого, что гонят христиан, там, или ещё их как-то притесняют, или ещё... Такого вот нет. Америка, в большинстве, самая христианская страна до сих пор. Ну, вот я знаю, у нас здесь семья, например, из Узбекистана знакомые живут. То есть, их выгнали из страны, их депортировали. За веру? Да, за веру. То есть, один из них сидит в тюрьме, сейчас его посадили на 4 года, а этих просто... Ну, просто их депортировали или лишили гражданства, а не лениться без гражданства. Ну, в исламских странах. В исламских, да. То есть, когда мы говорим о христианстве, мы не говорим о вражде межрелигиозной, мы больше говорим о вражде идеологии. Потому что точно так же в Америке, когда ты начнёшь выступать публично против многих принципов, по которым живёт американское общество, современное, включая те же самые воины, включая всеобщую беготню за богатством, хотя Иисус Христос чётко учил, что не может пригодить и богатство было одновременно. И так далее. Ты будешь исключить проблемы. То есть, люди будут тебя гнать, как бы это... Это естественная реакция грешника на обличение. Грешник начинает тебя гнать, начинает тебя поносить. Всячески. Пытаться от тебя как-то избавиться. Вадим, ты написал? Можешь не искать. Где написал? Не можете пригодить богатством одновременно. Могу, конечно. Пожалуйста. Не можете служить двум господам. Сейчас дадим. Я так ссылки не запоминаю, потому что у нас компьютер всегда под рукой. Матфея 6 глава, 24 стих. Отлично. Спасибо. Потом можешь поизучать эти стихи. Там вообще вся 6 глава нам интересна. Окей, возвращаемся к нашим. Давайте возвращаемся к нашему откровению. На 10 стих тоже очередь. Да. Итак, давайте 9 мы еще не забрали. Итак, значит Иоанн называет себя братом, соучастником скорби в царстве и терпении Иисуса Христа. И он был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. То есть Иоанна точно так же выгнали. Или он находился на этом острове в качестве беженца. Либо вообще в качестве заключенного. То есть есть такое мнение тоже у некоторых богословов, как бы они думают, что сидел там на этом острове как в тюрьме. Мы не знаем, что именно было. Мы знаем единственное, что здесь он за Слово Божие пострадал, он был выгнан на остров этот Патмос. За Слово Божие, за свидетельство и он, значит, тоже в скорби в этом участвует. Ну, он до сих пор есть этот остров, да, у Патмоса Христа? Я не смотрел точно на карту, то есть это нужно посмотреть. Я пока еще не смотрел. И вот 10 стих вот тоже такой интересный. Да, 10 стих, давайте перейдем к 10 стиху. Так, я был в духе в день воскресный. Мы видим, что в подсрочном переводе день воскресный переведен как в Господень день. То есть мы не знаем, это воскресенье или нет. Господень день более такой, правильно. И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, да, как труба, да, который говорит, я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний. То есть опять же мы видим ту же самую картину. Иоанн позади себя там оборачивается, так сказать, и слышит голос, который говорит, я, Есмь, Альфа и Омега. То есть мы понимаем, что говорит вот этот же самый персонаж, да, первый и последний. То есть Иисус Христос, да, первый и последний, Господь-Седержитель, Иисус Христос, тот, кто был, кто есть и кто грядет, одна и та же личность обращается к нему. Он был в духе вот этого. Да. И был в духе. То есть вот это тоже интересный момент. Для того, чтобы получить какое-то знамение, то есть мы понимаем, что Иисус Христос, мы проходили, да, через ангела, Он показал там знамение. Помним, да? Да. Для того, чтобы получить это знамение, Иоанн находился в духе, то есть в определенном, какое-то было у него определенное состояние. Нам не говорит этот стих, как именно это состояние выражается, как именно Иоанн пришел к этому состоянию и так далее. Мы только знаем, что Иоанн называет это состояние нахождением в духе. Какой-то определенный духовный подъем, какое-то определенное состояние духовности. Если мы будем изучать деяния апостолов, например, когда Петру приходили какие-либо знамения, одно из знамений, которое ему там спускалось, покрывало, в котором были разные-разные блюда, и ангел говорил ему, закали и ешь. И это знамение Петр истолковывает, что это ему, значит, к язычникам было разрешено идти, да? Да. И мы знаем, что Петр, он находился перед получением этого знамения в молитве и в таком иступлении, там слово так переведено, иступление. Возможно, это одни и те же состояния, я не знаю. Давайте мы этот вопрос отложим, и посмотрим, когда человек получает какое-либо знамение от Бога. В этой теме мы попытаемся разобрать, что это за состояние находиться в духе. Это явно какое-то нематериальное состояние, явно не какие-то наши суетливые состояния. То есть это какое-то состояние повышенной, повышенной духовной жизни, повышенного духовного ощущения. Да, он тоже очень спокойный. Да. Итак, я истин Альфа и Омега, Иисус Христос, мы разобрали первое и последнее. И он говорит, значит, Иоанну, 11 стих, то, что видишь, то, что видишь сейчас, напиши в книгу. То есть задание написать в книгу. И второе, пошли к церквам, находящимся в Асии. То есть задача Иоанна принять какое-то видение, записать его в буквенном выражении, да, в книгу, и послать это дело церквам, находящимся в Асии. Дальше перечисляются все эти церкви, мы видим, что их семь там, да. То есть это у нас и в Ефес написано, и в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Лаудикию. То есть вот эти вот семь церквей. Ефес, ну и так далее. То есть задача Иоанна принять какое-то сообщение, точно так же и переслать в Ефес и так далее посредством книги. Дальше смотрим. Я обратился, чтобы увидеть, хотел увидеть, да, кто же это ему говорит, чей голос говоришь и со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников. Давайте мы это сотрем здесь уже. По твоей руке мы нарисовать эту картинку. Да, я то не вижу уж картинку вашу. Да, я тоже. А не работает что ли камера? Ты у нас занят на стриме. Так, 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 подождите, друзья. А была до этого картинка? Нет. Ну, нет. Ты уже вот сколько говоришь, минут пять уже занят. Давайте тогда я вам перезвоню. Потому что так непонятно, нам же нужна картинка. Или вот, давайте я сейчас видео выключу. Не, не получается. Перезвоню. Как сейчас не лучше стало? Да, ты едешь. Да, все, сейчас нормально. Нормально? А у меня не видно ничего. Ничего не видно. Так. Почему ты не видно? Не знаю, что же делать. Ну, давайте... Не, почему же не видно просто непонятно. Ну да, не знаю почему. Почему ты со скайпом? Или у меня с соединением что-то не то. Вроде написано все то. Ну и тогда бы я тебя не видела. Ну да. Ну хорошо, ладно. Тогда, Александр, надо будет представлять. Нарисуйте свою картинку собственную. Итак, значит, Иоанн оборачивается, да? Потому что голос прозвучал сзади. Трубный голос такой, да? Как бы трубный. Он оборачивается для того, чтобы увидеть, кто же ему это говорит. И обратившись, он видит семь золотых светильников. Или подсвечников, да? В дословном периоде. То есть подсвечники нарисуем. Семь золотых подсвечников. Так. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, то есть посредине них, подобный Сыну Человеческому, то есть я его так нарисую, как Человечка, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Давайте вот мы слово падир мы разберем в греческом переводе, значит, подобного Сыну Человека, одетого в одежду до пят, то есть падир это длинная такая шелковая одежда. Вообще говоря, то есть в Библии когда встречается какое-либо упоминание ангелов там или еще что-то такое, это вот как раз они одеты вот в такие длинные шелковые одежды. Качественная составляющая этой одежды в чем? То есть она до пят. Так, давайте я так нарисую. Это что означает? Это означает, что не видно ноготы. А ногота это символ греховности. Одевая одежда. Да. То есть это одежда до пят, ноготы не видно. То есть одета в падир. Дальше. облеченного в падир и по персям опоясанного, то есть в груди у него, да, вот здесь вот пояс, золотой пояс опоясанный. Что такое пояс? Почему он золотой? Что это символизирует? Потому что это определенный символ. Давайте мы пока этот отложим вопрос, мы его разберем сейчас. Дальше. Голова его и волосы белы, как белая волна. Более правильный перевод в греческом. Голова его и волосы белы, как шерсть белая. Белая, как снег, да? И глаза его, как пламя огня. То есть голова и волосы, как шерсть белая. У кого белая шерсть? У огня. И огня, да. Я тоже в этом усматриваю. У меня нет пока что конкретной ссылки на то, что... Просто пока что так предварительно я усматриваю, что это символ Агманса, да? То есть белая, как снег. Белая символ безгрешности. Абсолютного как бы... Ну то есть белый ягненок, да. Дальше. Почему глаза огня? Очи его, как пламень огненный. Очи, как пламень. Давайте поставим пока вопрос, что это значит, да? Ноги его, подобных алкаливану, это ливанская медь, да, означает. Подобны ливанской меди, как в печи раскаленной. И голос его, как шум, вот шум вот многих. Итак, значит, ноги, как медь, блестящая, да, раскаленная, ливанская. Вообще говоря, то есть что такое ливанская? В Библии очень часто встречаются ливанский кедр, там, ливанская медь, там, ливанская гора, там, и так далее. Ну это что-то такое хорошее очень, то есть очень качественное какое-то. Вот. Называли ливанское. Почему так? Видимо из Ливана им привозили очень хорошие какие-то товары, не знаю. Четвертое. Голос, как шум, вот многих. Голос, как шум, вот многих. Давайте мы попробуем теперь понять, что же это все значит. А ноги его вот это вот полкают. Да, подобно вот этой ливанской меди, как в печи раскаленной. Так написано в подстрочнике. А, ну вот еще давайте. Он держал в своей деснице, то есть в своей правой руке, семь звезд. То есть в руке его, так сказать, напишем. Семь звезд. Может быть, это церковь? Сейчас мы посмотрим. Семь звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Так, давайте я сюда запишу пятое. Из уст острый с обеих сторон меч. Это все очень важно. Сейчас мы это разберем. И лице его, как солнце, сияющее в силе свое лицо, как солнце. Так, потом мы дальше продолжим записывать. Сейчас мы давайте вот это разберем. Голова, как шерсть белая. Волосы белые, как снег. То есть мы уже так примерно предположили, что это может быть символ того, что это агнец. То есть символ безгрешности. Дальше. Чтобы понять, что такое очи и обоюдный острый меч, давайте мы откроем послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Смотрите, братья, чтобы не было ум и глаз. Это да? Не, не, не. 4 глава послания евреям, 12 стих. Да? Да, 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 да. Оно проникает до разделения души и духа. По словам, им от Бог, и в суде полушления и намерения сердечных. И 13 стих. И не творит сокровенных от Него. Но все обнажено и открыто передачами Его. Ему дадим отсчет. Угу. Итак, здесь описывается в этих двух стихах обоюдоострый меч и очи. Смотрите, написано, что Слово Божие, оно острее всякого меча обоюдоострого. И здесь, в этом образе, из уст Его исходит обоюдоострый меч. То есть мы понимаем, что из уст Иисуса Христа исходит как раз вот это вот Божье Слово, которое и есть вот это вот. Вы понимаете, обоюдоострый меч – символ Божьего Слова. Если мы с вами заглянем еще в книгу Откровения 2 глава, немножечко наперед забежим, там есть у нас такие стихи. «И ангелу пергамской церкви напиши так, – говорит имеющий острый с обеих сторон меч – знаю твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны и содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где умершлен верный свидетель мой антипа, но имеют там против тебя и так далее и тому подобное. Сейчас. «И у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих». То есть он придет и сразится Иисус Христос. Меч, исходящий из уст – это Божье Слово. Вот этот образ мы как-то давайте запишем. «Глаза, которые как пламя огня». То есть мы уже тоже проходили эту тему, но у Александра не было. Что Иисус Христос крестит не только Святым Духом, но и огнем. То есть он сжигает всю ту солому и все то, что не по правде, все то, что плевелы, всю ту ложь, как бы там глаза, они прожигают, они это испытание, огонь – символ испытания. Написано, все то, что в огне устоит, оно вечно, а вечно только истина. Итого, если мы смотрим вот эту вот… А огонь что символизирует? Огонь – это символ испытания, символ проверки. Огонь уничтожает все то, что ветвое. Ну, это же, я так понимаю, проверяется человек в искушении, как бы, да? То есть что происходит? Когда какая-либо личность, скажем так, да, она сталкивается с истиной, истина обличает, перед ней все вот это открывается и видно, что в человеке правда, а что ложь. И вот огонь, крещение огнем – это уничтожение лжи, это сжигание всего того, что не Божье. Это символ Божьего гнева, это символ проверки, испытания того, проверка, что Божье, а что нет. Это разделение козлов, овец и так далее. Вот это вот… Истина, она обличает. Ну да, я согласен. А как же, все же грешны, но тут что поделаешь, как быть это? Вот мы читаем в Евреям, да, то есть мы опять возвращаемся в Еврея 4 глава 13 стих. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». То есть вот эти вот огненные его очи, они видят всю нашу сущность. Мы ему дадим отчет, мы будем отчитываться перед ним за свои поступки, за свои мысли, за свои… И за мысли тоже будем отчитывать? Конечно же, да. Нет твари сокровенной от него, это имеется в виду, что ты не можешь… Иисус говорит, все тайное станет явным, все будет абсолютно вскрыто. Внутри истины есть знание обо всем, обо всей той лжи, которая находится в нас, обо всех наших неправильных поступков и так далее. Нет ничего вскрытого от него. Огонь – символ того, что будет уничтожено, будет гнев на все то, что неправильно, оно будет сожжено. Огненные очи. Огненные очи, да. Дальше. «Ноги как медь», да. «Ноги как медь» – это символ того, что мы видим ангела Иисуса Христа, символ ангельства. Если мы почитаем Иезекииль, давайте мы сейчас не будем брать эту ссылку, вы ее можете потом посмотреть. Иезекииль, 43 глава, 2 стих. «Описываются ангельские существа с медными ногами и так далее, блестящими, как медь». То есть Иоанн видит не самого Иисуса Христа, он видит Ангела Иисуса Христа. «И лицо его светит, как солнце в силе его». Я так думаю, что мы еще подумаем более подробно над этим образом. Ну, скорее всего, это все-таки какой-то знак славы, да, то есть слава самого Иисуса Христа. Примерно похожее описание ангела Господня есть в книге Даниила. Запишите тоже себе ссылку, мы ее тоже сейчас не будем разбирать. Дома посмотрите. Даниила, 10 глава, 6 стих, начиная с 6 стиха. Посмотрите, там тоже примерно таким же образом описывается ангел. И еще Иезекииль, 1 глава. «А, короче, я не писала, 6 глава, какой стих?» 10 глава, 6 стих, Даниила. 10 глава, 6 стих. Иезекииль, запишите, 43 глава, 2 стих и 1 глава, 7 стих. Там описывается, что значит, например, шум вод многих. Многие воды – это символ народов, шум толпы, шум многих людей. То есть, когда Иисуса Христа будут прославлять все племена, то все люди будут говорить одно и то же. То есть, они будут славить истину, будут говорить только истинно. Шум вод многих. Многие воды – это символ народов. В Иезекииле, 43 главе, во втором стихе, там даже, по-моему, так переведено, что это шум народов. А, нет, это так, в Даниила. Ну, посмотрите вот все эти ссылки. Мы, к сожалению, затянули. Давайте мы тогда сейчас вкратце посмотрим, что такое у нас подсвечники и звезды. Потому что в этой же самой главе у нас есть толкование. Открываем откровение 1 глава. И читаем сразу, давайте тогда, 20 стих. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей. И 7 золотых святильников есть и я. 7 звезд – суть ангелы. Итак, 7 звезд – это значит ангелы. И 7 церквей. Ангелы кого? Ангелы 7 церквей. Да. А 7 святильников, которые ты видел, суть 7 церквей. А эти сами 7 церквей. А 7 духов – это что? А 7 духов – это те же самые ангелы, да? То есть, мы понимаем, вот отсюда можно, например, то есть, что есть 7 духов, которые находятся перед престолом. Есть 7 звезд, которые находятся в деснице Иисуса Христа. И есть церкви. Смотрите, у каждой церкви мы узнаем, что есть ангел. То есть, есть определенный дух, который управляет этой церковью. Есть определенный ангел у каждой церкви. И все эти ангелы, ангелы всех церквей находятся в управлении, в руке, так сказать, Иисуса Христа. То есть, Иисус Христос пишет послание ангелам своих церквей, то есть, тем духам, которые управляют этим церквям. И мы увидим во второй главе, что дальше он начинает говорить, ангелу такой-то церкви напиши это, ангелу этой церкви напиши это. То есть, у каждой церкви, внутри каждой церкви есть какой-то дух, который объединяет всех людей, собравшихся там. И написано, что эти духи, они ошибаются. То есть, один дух, например, сделал одно, другой другой, Иисус Христос одну церковь ободряет, другую обличает, третью наставляет и так далее. Но есть такое, что вот оставляет ангел эту церковь? Видит он, что не туда эта церковь идет? Нет, ангел не может оставить церковь. Для этого нам нужно понять, кто такие ангелы и что такое духи, для того, чтобы в целом понимать, что это такое. Но почему говорят, что вот в этой церкви нет духа святого, оставил духа? Давай, Люда, то, что говорят, мы отложим, потому что мы будем изучать библейское понимание того, кто такие ангелы и кто такие духи. Нет, возможно, что ангел, этот дух, например, он перестанет Богу слушаться и начнет слушаться там чего-то другого. Ангелы это живые существа, живые духовные существа, те идеалы. Это личности это, да? Это личности, да. Это личности, мы знаем, что у Иисуса Христа есть свой ангел. Да, мы только что это разбирали, что Иисус Христос через ангела своего показывал Иоанну. Мы разбирали этот метод. Так ему все равно все ангелы принадлежат. Ему все равно принадлежат ангелы. Так вот, кто такие ангелы? Для того, чтобы нам понять, как они управляют и что такое, нам нужно всю тему ангелов разобрать. Вот это вот, давайте мы запишем какой-то большой вопрос, мы его сделаем целое изучение по теме ангелов. Возможно, уже на следующем занятии. Ну, лучше вверх сначала, а потом ангелы. Ну, хорошо. Вот. То есть, потому что это очень интересная тема, кто такие ангелы, как эти духи, оказывается, есть. Да, там же написано подобным ангелам будут. Мы даже сами станем, да, подобным ангелам. То есть, мы будем точно так же, как ангелы. Да, еще, Вадим же, еще знаешь, какой вопрос? Что, это самое, держишь, то и веришь, дабы кто не восхитил венца своего. То есть, вот это вот. Что, если человек согрешил, и он потерял венец твой или как? Да, человек может отпасть от Бога. Он может потерять свой венец и больше не быть не царем и священником Бога. Он, как это? Ну, или как вообще это понимать? Ну, давай, мы вот это вот оставим, как бы, вот эту тему. Это вот грех, он здесь как бы рядом. Да, вот это вот, все оно рядом, да. Духовный рост, падение, то есть, духовное угошение и так далее. Падание от Бога, от веры. Вот. Мы это все будем разбирать отдельно. Ну, давайте я предлагаю закончить на сегодня. Уже два с лишним часа. Да. То есть, мы тогда давайте...